Компании-поставщики и подрядчики Кумтора обеспокоены ситуацией вокруг месторождения. От стабильной работы золотодобывающее предприятие сегодня зависит благосостояние 7 тысяч кыргызстанцев, которые работают в смежных отраслях. Около 600 предприятий поставляют на родник товары и услуги. Для большинства из них Кумтор самый крупный, если не единственный заказчик. Вот мы перебираем. Иногда форма теряется. И вот форма, где теряется, мы перебрасываем ее обратно на переработку. За один рабочий день Наркулаб Драшева перебирает несколько тонн вот таких помольных шаров. Работа монотонная и не самая престижная. Но другую в Кемине найти сложно. Заводов и крупных предприятий нет. Местные жители в основном занимаются скотоводством. Нормальная работа есть, по крайней мере. Платят ежемесячно. Все хорошо. Кормят здесь питание. Условия хорошие, душ есть. Все нормально. Помольные шары – товар специфический. Используется в крупных производствах для дробилок и мельниц. В Кыргызстане подобных производителей немного. Это предприятие работает второй год. Работников 120 человек. Да и объемы производства пока небольшие. Около 400 тонн в месяц. Кумтор 100%. На данный момент пока мы только работаем на кумтор, больше ни на кого. Заказчиков много. Это Каннский цементный, Кыргызсталтын, Южноцементный. Заводов много, которые нуждаются в этой продукции. Поэтому мы будем развиваться, увеличивать свои объемы. Сейчас идет модернизация производства. Устанавливают новое оборудование и обещают, что после вырастут и объемы, и качество продукции. А значит, можно будет налаживать сотрудничество и с другими заводами. Но пока здесь надеются на стабильную работу рудника в Исокурской области. Мы, в общем-то, зависим от кумтора. Все рабочие места наши и прочее зависят от кумтора. Поэтому мы писали письма в поддержку кумтора и прочее. В общем, довольно-таки сильно переживали, потому что мы напрямую от них зависим. На волне протестов против кумтора. Митинговые настроения подхватывают и другие регионы страны. В Аткенской области под натиском населения. Австралийская компания приостановила разработку рудника Шамбисай. В Таласской местные жители митинги против разработки золоторудного месторождения Ширалджин вылились в перекрытие дорог и столкновения. И страдают от этого в первую очередь сами же местные жители.